Здравствуйте, сегодня у нас праздничный выпуск новостей, и к нам в гости пришел Дед Мороз. Здравствуйте, как вы и стали? Здравствуйте, мне это передалось по наследству. Как работает телевидение, суворовцы знают не понаслышке. Они учатся сами создавать новости, снимать и монтировать фильмы. Для этого есть все условия и профессиональное оборудование. В студии даже свой кран. Придя сюда, я не знала, что тут так много всего будет, что тут такие профессиональные камеры, штативы, что тут все так по-серьезному. Честно говоря, не думал, что все так хорошо сложится. И очень рад, что все-таки пришел сюда. Также в Пермском-Суворовском училище есть современный автомобильный класс для обучения вождению и получения технических знаний. Все наглядно. Этому оборудованию позавидует любая современная автошкола. Тренажер имитирует движение автомобиля в любых погодных условиях и в любое время суток. В профессиональный праздник ракетчиков Пермскому-Суворовскому военному училищу, которое стало первым созданным в Российской Федерации за 25 лет, вручили знамя. В торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, заместитель министра обороны России Николай Панков и губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Шикарный подарок суворовцам сделали пермские нефтяники. Только в 2015 году в сферу образования в Пермском крае ими было вложено более 250 миллионов рублей. Я хотел бы подарить руководству училища, начальнику училища, у вас патриот и комплект барабана для того, чтобы вы повышали строевой подготовку. После торжественной церемонии гости познакомились с бытовыми условиями суворовцев, осмотрели учебные аудитории. Сейчас в заведении учатся 240 человек. Все они прошли серьезный отбор. Полностью завершить строительство обещает к следующему учебному году. После чего Суворовское училище сможет принять 560 человек. По сути дела, за последние 25 лет создано первое в стране Суворовское военное училище. Создано училище, которое будет готовить не только офицеров вооруженных сил, но предполагается, что будем готовить высококлассных специалистов для оборонно-промышленного комплекса, для военной науки, для разработки и создания новейших систем вооружения и военной техники. То есть это будет военная элита и военно-научная элита страны. Мы даже не ставим задачу, чтобы каждый выпускник Суворовского училища в обязательном порядке поступал в военное училище. Для нас важнее воспитать галдонина Российской Федерации, патриотичного, образованного. Также в рамках своего визита в Пермский край полпред Михаил Бабич посетил Пермский кадетский корпус Приволжского округа имени Героя России Федора Кузьмина. Здесь ведется масштабное строительство. Возводится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и лыжной базой. Спальный корпус на 465 мест. Также реконструируются административные помещения. Это должно быть ведущее звено нашей системы образования для того, чтобы здесь была с одной стороны методическая база, здесь продолжалась модернизация и учебного процесса. В планах на следующий год строительство учебного корпуса с отдельным переходом, который будет совмещен со спальным корпусом. Денис Пальчиков, Руслан Пепеляев, Андрей Соловьев, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта».